Приветствую вас, Даринам. Давайте разберем ваш вопрос. Разберем мы его с вами не сначала, а в конце. Вы пишите, помогите, пожалуйста, я готов вас к любому ответу. Помощь можно, но ответ вам, как это ни парадоксально звучит, не поможет. Потому что здесь проблемы решают не ответом, а психотерапией. Значит, вы пишите, мне 24 года, я молодая мама и счастливая жена. Хорошо. Но смотрите, есть ощущение, что вы стараетесь окружить себя защитой. Есть ощущение, что вы стараетесь окружить себя людьми, на которых вы могли бы опереться, на которых вы могли бы положиться, на которых вы могли бы переложить свою ответственность. И на это указывает то, что 24 года вы уже молодая мама, если вы жена, хотя вам по-хорошему, по-хорошему. Ну, в этом возрасте надо делать акцент на собственное развитие. То есть это не обязательно прямо в работе, но просто на собственное развитие на свой личный взгляд. Вот. Дальше. Семья все хорошо, с мужем отлично ладим. Ну, смотрите. Вот. Вы, наверное, даже не совсем отдаёте за себя отсчёт в том, что пишите. Если вы говорите, что вы хорошо ладите с мужем, то муж принимает вас именно такой, какая вы сейчас. Если вы хотите измениться, если вы изменитесь, то совершенно не факт, что муж вас примет. Такой. И в этом заключается, наверное, один из основных моментов, что любые изменения, они имеют последствия, они будут иметь последствия, любые изменения. Поэтому вам к этим изменениям нужно быть готовы. Спросите себя, готовы ли вы к изменениям. Готовы ли вы к последствиям этих изменений. Готовы ли вы, например, к тому, что ваш муж не будет принимать вас новой, измененной. Готовы ли вы, что перестанет ладить с ним, он будет больше вами недоволен, потому что не будет понимать, что происходит. Дальше. Так, никаких, значит, с родственниками вообще. Такое ощущение, знаете, что вы просто все галочки приводите, типа, вот это, 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 это у меня хорошо. Ну, это вопрос, опять же, к вам. Никаких поводов для огорчения нет. Проблема во мне. То есть вы хотите сказать, что с нижней стороны ничего вас не раздражает. Я вроде бы поборовывал свой страх перед общением с людьми. Ну, смотрите, здесь в корне неверная позиция. Страх не надо поборовывать. Я серьезен. Страх не надо поборовывать. Его нужно раскрывать. Нужно раскрывать то, с чем связан ваш страх. И все. Его не надо поборовывать. В этом смысле слова, в этом смысле слова. Страх означает, что где-то, в чем-то вы не защищены. Страх означает, что вы где-то, в чем-то для себя видите угрозу. И не нужно это поборовывать. Вот вы видите угрозу, вы чувствуете угрозу. И вы окручаете себя соответствующими людьми для того, чтобы с этой угрозой иметь возможность что-то делать. И в итоге оказываетесь в замкнутом кругу. Поэтому еще раз. Страх поборовывать не нужно. С ним необходимо работать. Со страхами. Необходимо работать. Работать со своими страхами, раскрывая их. Смотря в чем вы не защищены. И участь себя защищать. Участь себя защищать. Какой-то противный осадок все же остался в душе. И я все еще закрыту в себе. А так от чего закрыто? Почему? Как проявляется закрытость? Непонятно. Всегда осторожничаю. Как бы что конкретно вызывает у вас потребность в состоронничать. Боюсь высказать свое мнение. Чего именно боитесь? Чего именно боитесь? Чего именно вы боитесь? Соглашаются? Короче, догнаться не так, как мне хочется. Почему вы соглашаетесь? Абсолютно недовольны собой. Почему вы собой недовольны? Как мне нужно так и внутренне. Из чего состоит это недовольство? Как вы можете быть с собой недовольны, если вы такая, какая вы есть? Как? Как это у вас происходит? Из чего это происходит? Как образуется? Из чего состоит позиция, что я с собой недовольны, как мне нужно так и внутренне. Получается, что вы считаете, что должны быть другой, откуда берется эта позиция и точка времени. Так, боитесь догоняться с новыми людьми. Опять же, для чего вы боитесь? Так как же стать сильнее? Чтобы что? Для чего? Стать ярче и раскованнее. Чтобы что? Для чего? Это не цель. Чтобы что? Чтобы не видать осуждение от кого-то. Чтобы просто жить в свое удовольствие. Ну, здесь нужно выявить значимость осуждения. Если осуждение для вас значимо, а значимо оно потому, что вы в себе не уверены. То, соответственно, вот, а почему вы в себе не уверены? Это вопрос. Хочу полюбить себя. Ну, это безусловное принятие. Это хороший запрос на психотерапию, да, но... Хочу летать, а не по... Ну, это... Немножко по течку... По течку вы ударили. Ударили. Для этого у меня нет сильнейшей мотивации. Гранитов не прославлена цель. А цель не интегрирована в вашу систему ценностей. Восмотрим у вас и с ценностями проблемы. Нет того самого волшебного пинка, чтобы наконец стать пойти. Но идея волшебного пинка, знаете, она очень удобна. То есть, типа, я буду пассивный, а вот придёт кто-то и даст мне волшебный пинок. Нет, это так не работает. Это так не работает. Могите, пожалуйста. Поможем, обращайтесь, обращайтесь, поможем. На этом всё. Надеюсь, что помог вам, если понравился мой ответ. Буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...